Привет, друзья! Готовлю сегодня очень простую и самую любимую закуску для мужчин, в частности, рульку чокпаль. Самая популярная горячая закуска корейской национальной кухни. Мясо очень нежное и нежирное, с пряным вкусом и сплошной коллаген. Беру две рульки, у меня передняя часть и задняя. Хорошенько нужно промыть и поскоблить ножиком шкурку. Мою рульку обычно холодной проточной воде. Также можно рульку замочить в воде на несколько часов до варки. Погружаю рульку в котел. Нужно, чтобы вода полностью покрыла рульку на несколько сантиметров хотя бы. Кладу подготовленные специи приправы. Лук репчатый режу на дольки. Соевая паста. Две-три ложки достаточно. Вливаю вино столовое и соевый соус. Сахар тростниковый и лаврушку с черным горошком. Еще кладу корицу. Он придаст мясу красивый цвет и уберет специфический запах свинины. И все, накрываю крышку и варю 2,5 часа на среднем огне. Все очень быстро и просто. Только закинула все ингредиенты за раз и забыла про рульку на несколько часов. Вытаскиваю рульку, а бульон я оставлю для супа. Предварительно процеживаю ситечком. Получается насыщенный наваристый бульон. Кладу в нее замороженные серяги. Это молодая капуста пекинская. Ее я в свежем виде отварила, нарезала и заморозила. И когда нужно, то быстро варю суп. Серегчамури называется. Ну вот получилось и первое, и второе, и закуска в придачу. Рулька получилась очень аппетитной, с ярко выраженной золотистой корочкой. Ее как будто прокоптили или запекали в духовке. Корица и вино придают мясу едва уловимый аромат. Запаха соевой пасты не чувствуется. А это важно для нелюбителей соевой пасты за ее специфический запах. Рульку отделяем от костей. Вырезают только мякоть. Кости легко отделяются от мяса. Очень мягкая и сочная получилась рулька. Рулька чокпаль. Это по-корейски хит и вечный тренд корейских ресторанов во всем мире. Это блюдо ассоциируется с праздником и веселым общением. Поэтому, как правило, чокпаль заказывают для большой компании и непременно в паре с корейским алкоголем. Соджу. Это бесподобное блюдо. Один из самых вкусных корейских мясных блюд. И к тому же она богата коллагеном. И поэтому считается весьма ценным для организма. Рецепт рульки совсем не сложный. Справится с этим даже неопытный кулинар. Подобный вариант приготовления рульки есть во многих мировых кухнях. Способ один. Отличаются только приправы. Чокпаль можно приготовить в разной вкусовой гамме в зависимости от пожеланий едоков. От пряной до острой или сладкой даже. Кстати, сладкую рульку любят в Средней Азии. Во многих корейских ресторанах Узбекистана ее делать неприлично, приторно, сладкой. А в этом рецепте Чокпаль вы почувствуете настоящий запах и вкус мяса. Больше похожее на натуральное, свежее мясо. Рульку режем на небольшие ломтики, чтобы было удобно заворачивать листья салата и съедать ее целиком. Чокпаль подают свежий салат, соевую пасту, мелко нарезанный чеснок и перец. Также подают ее с маринованными или свежими овощами. Кусочек мяса кладут на салат. Сверху тэнтьян, немного соевой пасты и заворачивают ее. Мясо очень нежное, сочное, мягкое. Шкурка отлично жуется. Невероятно вкусно. Смело рекомендую приготовить рульку по-корейски Чокпаль. И я уверена, ваши близкие по достоинству оценят ваши труды. Хотя я бы не назвала эту готовку трудом. Или я не права. В любом случае, готовьте с любовью и удовольствием и тогда все получится. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки и не забывайте подписаться на мой канал. Пока-пока!